Сделать из Дикого парка настоящее культурное пространство администрации города было решено после приезда в Краснознаменск губернатора Московской области Андрея Воробьева. Важной составляющей обновленного городского парка стала и его тематическая наполненность. Основная задача, поставленная перед архитектором Александром Осадовым, сделать пространство интересным не только в теплые месяцы, но и зимой. Первые работы по устройству асфальтового покрытия, по устройству велодорожек, расчистке леса, работы по созданию входных групп мы начинали силами нашего бюджета городского, создание проектной документации. В апреле наш город посетил губернатор Московской области Воробьев Андрей Юрьевич, в числе прочих было осмотрено и место создания городского парка. И по поручению губернатора в рамках данной губернаторской программы инвесторам нам была оказана помощь по созданию нашего городского парка с точки зрения финансирования, с точки зрения проведения работы. Новый облик городского парка поражает гармоничным сочетанием современных форм с трепетным отношением к природе. В парке несколько зеленых зон, есть заасфальтированная центральная площадь и водоем, пригодный для купания. Решено было разбить парк на зоны тихого и активного отдыха. Поставлен канатный городок, сейчас заканчиваются работы по благоустройству территории вокруг него. Установлены две детские площадки для детей разных возрастов. Выполнен новый тротуар с новой велодорожкой от входа в парк со стороны госпиталя до входа со стороны гаражного кооператива. Приведена в порядок волейбольная площадка и установлена площадка с тренажерами по системе воркаут. Заканчиваются работы по обустройству сцены. В парке во всем заменены лавочки, то есть все старые демонтированные, которые стояли вокруг городского озера. И поставлены новые современные. Оформлены входные группы, то есть входная группа от КПП. Мы увидели звезды. К звездам поставлен элемент декоративного забора, обрамляющего вход в парк. Он выполнен в единой стилистике со сценой. То есть это решетчатые деревянные конструкции, которые были взяты с основы архитектором. То есть то, от чего концептуально отталкивались мы с точки зрения декоративного оформления самого парка. В таком же стиле деревянных оброшадчатых конструкций выполнен навес на пляже для отдыхающих летом, чтобы можно было прятаться от солнца. Навес сверху накрыт поликарбонатом, такой защитной пленкой, материал, под которым будет комфортно. В том же стиле заменены и поставлены новые беседки в так называемой зоне барбекю. В качестве покрытия сцены, беседок и теневого навеса в городском парке применен такой материал, как поликарбонат. В частности сотовый. Данный материал себя очень хорошо зарекомендовал на детских садиках, на беседках. Материал достаточно прочный, вандалоустойчивый. Он не пропускает ультрафиолетовые лучи, допустим, на пляжных навесах создает приятную тень. Цветовая гамма тоже бывает различная. Если он прозрачный, он редко применяется, потому что, грубо говоря, как лупа. У нас идет именно выкрашенный в серый цвет, чтобы было более комфортно. Заменена плитка на тротуарных покрытиях вокруг нового озера. На подъезде к парку построена бесплатная крытая парковка на 95 машинных мест. Выполнено современное уличное освещение и парковая навигация, информационные стенды с указанием элементов парка. Горожане просили не связывать оформление парка с темой космоса, однако полностью отказываться от космической тематики не стали. По входным группам две наших трансформаторных подстанции, которые у нас обрамляли волей-неволей инженерными сооружениями наш парк, плюс сооружения технические нашего водоканала, забор и две ТПшки, оформленные молодыми московскими специалистами. Граффити на космические темы, брали космическую тематику в привязке к нашему городу с космической историей, с космическими современными новациями. И домик спасателей тоже, который был поставлен. Домик спасателей тоже подключен по инженерным системам, заведена вода, звено электричество, то есть в следующем году он будет функционировать, будет спасатель. Краснознаменск – столица российского военного космоса, поэтому парк вызывает многослойные ассоциации, одновременно помогая жителям вести активный образ жизни. Осталось выполнить небольшие косметические работы, навести порядок после стройки, и городской парк будет полностью закончен. Краснознаменск